Международная конференция по привлечению инвестиций в Азербайджан — это, по сути, первое крупнейшее мероприятие по привлечению инвесторов из арабских стран. Главная цель сегодняшнего форума — максимально поддержать частный сектор. В конференции приняли участие более 200 представителей деловых кругов из 24 стран. «Для развития бизнеса Азербайджан — это хорошее место с развитой инфраструктурой, страна, где уже сегодня работает множество иностранных компаний, где инвестиции надежно защищены», — сказал на конференции министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев. В качестве подтверждения своих слов министр отметил, что инвесторы, вкладывающие средства в энергетический сектор, на каждом вложенном долларе заработали 2 доллара. Настало время, когда азербайджанские предприниматели должны стараться привлечь к своим проектам иностранных инвесторов. Потому что одна из первых причин, с которыми сегодня сталкивается бизнес — это нехватка средств. В то же время есть возможность у частного сектора сотрудничать с Исламской корпорацией по развитию частного сектора — Каспийской международной инвестиционной компанией. У них имеются неизрасходованные средства. Наши предприниматели могут воспользоваться этими механизмами и обеспечить себя недостающим капиталом. Сегодня бизнесмены из арабских стран проявляют большой интерес к азербайджанскому рынку. Вот что сказали об этом нашему телеканалу зарубежные участники конференции. Мы начали инвестировать в Азербайджан в 2008 году, в лизинговый бизнес в сегменте малого и среднего бизнеса. В то время инвестиции составляли более 6 миллионов долларов. На сегодня портфолио нашего бизнеса в республике почти удвоилось. И мы нацелены на развитие малого и среднего бизнеса. Азербайджан — это развивающийся рынок. Сегодня страна много инвестирует в не нефтяной сектор, что открывает перед такими компаниями, как мы, большие возможности. Моё мнение, хорошая инфраструктура в Азербайджане отображает большой потенциал и возможности для предпринимателей. Моя компания работает на рынке недвижимости, ресторанов и переработке пищевой промышленности. То, что я вижу, и со слов моих друзей, в Азербайджане очень качественная сельхозпродукция и развито это направление. Здесь есть возможность экспортировать продукцию на такой большой рынок, как Россия. Мы очень большой игрок в Саудовской Аравии, и сегодня деятельность холдинга охватывает множество направлений. Прежде всего, это инфраструктура, недвижимость, энергетика, туризм. Азербайджан пригласил сегодня нас для того, чтобы мы рассмотрели возможности для инвестирования. Я убежден, что ваша страна — это удивительный рынок для развития бизнеса. В будущем иностранных инвесторов ждет еще одна облегченная налоговая система. Сегодня правительство Азербайджана работает над проектом внедрения системы дифференциации ставок НДС. В рамках конференции Бакинский международный морской торговый порт и Исламская корпорация по развитию частного сектора ICD подписали меморандум о взаимопонимании. Основная цель документа — изучить потенциал возможностей порта и зоны свободной торговли в поселке Аляд, а также возможности привлечения частного сектора к созданию зоны свободной торговли. Подписи под документами поставили директор Бакинского порта Талек Зиядов и гендиректор ICD Халет Аль Абуди. Азербайджан имеет выгодное географическое расположение. Подписав сегодня документ, мы планируем вместе развивать зону свободной торговли и Бакинский международный торговый порт. Более того, подписанный документ подразумевает привлечение инвесторов в Азербайджан для развития инфраструктуры порта и его работы. Еще раз отмечу, что это огромная инициатива, и мы очень рады быть частью этого. Исламская корпорация стала второй международной организацией, которая окажет помощь в создании зоны свободной торговли. В сентябре такое же соглашение было подписано с крупной компанией из Объединенных Арабских Эмиратов DP World. Глава исламской корпорации Аль Абуди также предложил проводить такие форумы ежегодно и заявил, что их корпорация заинтересована в создании совместных предприятий, готова помочь правительству повысить качество производимой в стране продукции, обеспечить предпринимателям доступ к новым технологиям и рынкам.